5 секунд осталось 5 секунд осталось 6 секунд осталось Ну, давайте, наверное, сделаю вот так вот, Эмми Соответственно, Earth Spirit, Clockwork, Лина И еще пара персонажей есть У Вичи Гейминг Кто же такой, соответственно Дизратор и Свен Ну, и здесь уже более-менее все понятно по лейнингам И прямо сейчас мы уже потихонечку перемещаемся в игру Да, друзья, все с наскоком Все очень быстро надо было запускать Поэтому, к сожалению, заблаговременно трансляции не было Но вот сейчас уже более-менее все нормализовалось И я надеюсь, что все хотя бы во время матча уже будет хорошо Никаких технических проблем уж точно не будет Ну, и мы сможем насладиться действительно этим матчем Достаточно хорошие коллективы Интересный должен быть действительно матч Интересное противостояние Так как команды борются Команды борются, показывают действительно хорошие результаты в своей группе Ну, и сейчас будут бороться за то Чтобы пройти далее Пройти в плей-офф Пройти, конечно же Именно посев хороший в плей-оффе заполучить И чуть более спокойно потом По этому плей-оффу двигаться Да Сразу же давайте представим коллективы Earthshaker'е Будет играть Эмми Коллектив Вичи Гейминг Господи, Вичи Гейминг, конечно, никакой не Джереми Клокверк Это Янг На линии будет исполнять Ори Дизратор Чуань Ну, и Свен садит... На Свена садится Хау, соответственно Unsaid Operation 1437 Коллектив ТНС Таск Это Атимс Ку-Ку будет исполнять на Фантом Ассасин Ликантроп Рейвен Ну, и Earthshaker'ом Будет играть Сэм Эйдж Оффлейн Эвершекер Который уже в последнее время Что в паблике Что в профессиональной доте В компетенте В играх встречается достаточно часто И, в принципе, это достаточно неплохо В принципе, это действительно смотрится Весьма-весьма хорошо В последнее время Шейкер, который Быстро Быстро заполучает себе блинк Шейкер, который Потом делает себе, возможно, какой-то форстав Который потом, опять же, для команды Действительно, очень с раннего Времени Начинает быть Ну, действительно, хорошим таким помощником Ну, и будем смотреть, каким же образом Сейчас этого шейкера реализует коллектив ТНС Протим, будем за этим наблюдать Тем временем у Лины Большие проблемы Ори Какой хороший стан Но последняя отычка все же залетит И 14.37 все же проливает первую кровь Убив Ори Ну, и это действительно неприятно Опять же, умирает мидер Командович Гейминг Ладно, нужно возвращаться Это не критично Но все же Конечно, сейчас и мораль Я думаю, подпортили немножечко Ну, и Деньги дополнительные В самом же начале игры Заполучили игроки команды ТНС Что-то на самом деле По-моему, у меня не особо правильно работает Потому что здесь Насколько я помню Все же должна быть Плашечка Которая нам Графики показывает Не графики А преимущество по золоту Но ее, к сожалению, нет То ли ее убрали То ли Действительно какие-то баги в доте Друзья, можете написать в чате По этому поводу Но я, к сожалению, это прочитать уже не смогу Так, тем временем Врыв на Таска Пришел Эми Эми будет дальше идти за Тускором По тавру уже не стоит лезть Ку-ку Здесь тоже немножечко поднабить И, наверное, отойти уже отсюда Да, на мидл-линии Больше ничего не получится Сейчас, к сожалению, сделать у этого самого Эр Спирита Приходится уже уходить А хотя уходить он далеко не собирается Он будет стоять здесь же Закатывается с камня Ку-ку Будут пытаться убивать Ну и Дракон Слейва Пока что нет у Лины Лина была вынуждена вкачать Лайт Страйк Эрей И на втором уровне Вкачала себе пассиву Так что дамажить На самом деле сейчас Фантомку Особо-таки нечем Лина Это контра Фантома Ассасин На мидл-линии Но вот На данный момент К сожалению Не особо-таки Был вынужден Ори вкачать Немного неправильные скиллы И поэтому Сейчас ему стоит сам Не очень-то уж и хорошо Врыв на Курьера От Эми И Курьер Неужто убежит Курьер-то убежит А Эр Спирит Отъедет от вышки Ой-ой-ой-ой Вот это, конечно же, провал От команды Вичи Гейми Джуниор Точнее, просто-напросто От ее игрока От Эми Это была ошибка Безусловно На верхней линии Тем временем Что происходит Давайте посмотрим Ну, здесь стоит Рэйвен И у Рэйвена Я бы не сказал Что все действительно Как-то плохо Из команды ТНС Стоит он против Янга Давида у него 10 крипов Правда, у Свен Давида чуть больше крипов Но это, опять же Все мелочи Сейчас это Даже отчасти Не так важно Тем временем убили Кстати говоря, все-таки Фантомку Сместился сюда Дизраптор Ну и Чуань Чуань приходит Конечно же Выходов Для Фантома Ассасин Не оставляет Ну и Куку Куку уже должен возвращаться Потихонечку на линию Вернулся наконец-таки На лепорте И Будет продолжать Здесь пытаться Потихонечку Подфармливать Опять же Рядом есть Аппарейшн Аппарейшн Который накинет Чилинг Тач На ту же самую Фантомку И будет просто Разнос кабинета Для Лины Ну будем смотреть Как это сейчас Все будет происходить Нет Смоук спал И Теперь Не будет эффекта Неожиданности Но в любом случае Сейчас Аппарейшн Может Как-то попытаться Помочь Куку Помешать Игрокам команды Вичи Гейминг Ну и пока что Вдвоем Даже Вдвоем Против троих Стоит Саммит Слишком много Персонажей На этой линии Давайте Посмотрим Тем временем Что происходит На нижней линии Здесь у Хао Опять же Все хорошо 21 добитый крип Четвертая минута СМХ Особо ему не мешает Но и Свен Сильно Такие Шейкера Не гоняет На данный момент Имеется у Шейкера 10 добитых крипов Так что Так что Действительно Этот Шейкер Сможет В ближайшее время Ну не настолько В ближайшее прям Но достаточно ранний Блинк себе Вынести Правда Чуань Все же здесь Чуань Опять же Помогал Все это время Хао Но Не получалось Убивать абсолютно Полностью Тем временем Выход Антон Синтепрэйшна Янг Батарейки работают Коги работают Ну и А1437 Отправляется В таверну Правда Клокверка Тоже будут Сейчас пытаться Наказывать Ну и Решает Таск Что заниматься Этим В одиночку Не особо Таки стоит И Уходит Уходит вовремя От Янга Потому что Там бы уже И батарейки Откатились Там бы уже И Коги Ну и Действительно Опасно Этого Монстра Преследовать Тем временем Еще одна Попытка Врыва На Ори Но в итоге Сейчас скорее Сам Ку-Ку Тоже сможет Отъехать В таверну Эршейкер Грется До последнего Даблкил Для 14-37 Ну и Все же Убийство На фантомке Для Эршейкера Очень агрессивная игра Нам Все таки Показывается С первых же минут Ну и То что сейчас Происходит на Медллинии Это все же Скорее В пользу Для команды Вичи Гейминг Даже я бы сказал Хотя нет Скорее всего Для Тинси Про Тим Тем временем Счет 4-4 Очередной раз Выходят на Лину Замедление есть Но Все же Станчик Не проходит Тори Последняя тычка Долетает Неужто Лина Выживет Нет Лина все таки умирает Сигелем Подсветил Таск этого персонажа Чуаня Также убили Ну и Очередной Даблкил Для 14-37 А Парышин Просто сейчас Будет карать Если ему будут Отдавать столько золота Можно было бы сейчас Делать какой-нибудь Медас Но он решил Делать я так понимаю Аганим Прям таки сразу Надеяться на то Что Все время Будет у него Вот такое вот Хорошее преимущество По золоту Но это Совсем Не факт Это может быть не так Потом Парышин Могут появиться Определенные проблемы Врыв На Хао Тинс Пытается тут что-либо сделать Ну и Втроем скорее всего Все таки загрызут Этого Свена Да Последние тычки Хотя стан хороший Но на кейлпорт Не хватает маны Прорубается Хао Будет пытаться Делать апаут Но его найдут Конечно же Сигелем И все же Добивается Мейдж Мейн кэри Команды Вичи Гейминг Тем временем Что происходит На мидл линии На мидл линии Готовится выход На Ку-Ку Фантомка Действительно в опасности Сейчас Причем Достаточно большой Вчетвером На нее будут выходить Просто Вы только посмотрите Ян Пытается обратить ракетки В итоге Нашли фантомку Прямо таки по таверам Ну и Это Минус Фантома Ассасин Да Никого не было В лесочке Так что Конечно же Опять же Никого и не смогли Другого убить Вичи Гейминг Джуниор Просто Вичи Гейминг Друзья Извините Так Тем временем Коги Я слышу Коги Но есть небольшие Лаги От китайских серверов Ку-Ку Врываются в Чуаня Чуань Встаня Там есть Да Был Глимс От Дизраптора Но Чуань все-таки Отъехал в таверну Как мы видим На данный момент Рэйвен Он уже потихонечку пытается Пушить Тиранин Тавр У него это На самом деле Достаточно неплохо получается Он спушил уже Две трети Хитпоинтов От этого самого Тавра Ну и Вичи Гейминг Стоит наверное Потихонечку Укреплять верхнюю линию Дабы Тавр не упал Прям слишком рано Если Тавр упадет До 10 минуты То действительно Там уже очень хороший Сноубол начнется От команды Тинси Про Тим Врывается Хао Лагают китайские сервера Можно следующий слайд Пожалуйста А в следующем слайде У нас Шикер Отъезжая в Таверну Янг все же зашел в спину Янг смог Разобраться С СМХ Ну и Давайте посмотрим Все же итог боя Попытаемся восстановить События Которых мы К сожалению Не видели Ну В принципе Здесь восстанавливать Особо нечего Плюс 400 голды Для команды Вичи Гейминг Ну а СМХ В Таверне Чего и Следовало наверное С таким выходом Ожидать Тем временем Что по вардам Имеется Обсервер У команды ТНС Протим Вот здесь вот Имеется Обсервер Также еще и Вот этот Для того чтобы Все таки смотреть Где делаются Отводы Где планируют Делать стаки Возможно Вичи Гейминг Ну и именно Здесь делали стаки Мы видели Для Как раз Для Хао Но Хао их Уже Достаточно Рано Зафармил Новые стаки Скорее всего Будут делаться Но опять же Вижен на это Все дело Имеется У команды ТНС Протим Тимс Также сюда Уже Предусмотрительно Заходит Готовится Не знаю Блочить спот Он хотел Или чем Заниматься Но увидел На варде Увидел на варде Все таки Двух Игроков Команды Вичи Гейминг И решил Отойти От всех этих занятий Ну и да Друзья Какой-то Действительно Слишком уж Большой пинг У нас получается Я даже не знаю Пофиксится ли это Если мы перезайдем В лобби Прям Прям Слайдшоу Действительно Ну китайские сервера Я не успел посмотреть Что именно За Сервер стоит В этом лобби Ну Предполагаю Perfect World А это значит Что Действительно Лаги будут И лагов будет Немало Так Ликантроп Все же Умирает На верхней линии Выходили на него Вышел Наверное Просто-напросто Янг Да Вместе с Ори Вместе с Эмми И получилось Ликана забрать 14.37 Будет пытаться Прятаться в леса Но есть ракетка От Янга Тем временем Тимс как хорошо Засейвил сейчас Своего тиммейта И скорее всего Просто подписал Смертный переговор Для Клокверка Клокверка Впрыгивает уже Ку-ку Ну и ничего Здесь не остается Янгу Кроме как Немного еще побегать И просто отправиться В таверну Да ну Пока что еще живет Еще и пытается Мансить Янг Янг Уж много он делает В этой игре 5-1-0 Счет У Янга Конечно же Игрок не рад Ну а По лору дотам Может быть это И Сошлось бы Немного Действительно Клокверк Очень Получается Саппорт Саппорт Клокверк Янг 5 убийств 1 ассист Ну и давайте-ка Пока что Перейдем Посмотрим На Нетверсы В этой игре 4700 Имеется У Свена 4000 Также у Янга Саппорт Очень Богатый Действительно Прям очень хорошо Все У него В этой игре Началось Ну и Очередной смоук Очередной смоук Очередная смоук Вылазка От команды Вичи Гейминг Готовится выходить На куку Есть хукшот Есть коги Ну и конечно же Фантома Ассасина Отсюда уже Никуда не уйдет Да Далее по Дэдворсам Все же опережает Нет не опережает Конечно же никого Ликантроп У Свена 4700 3800 У Лины Ну и Фантомка с Шейкером Действительно Достаточно сильно Отстаю Опять же Фантомка и Шейкер Точнее Фантомка И Ликантроп Они отстают Примерно одинаково От Свена Но проблема в том Что Имеется еще Клокверк Клокверк который Действительно Набирает большое количество Голды Который очень полезно Получается С самого же начала игры Ну и Это действительно Может быть большой проблемой Для команды Тинси против Как минимум По графикам Мы уже видим Что ценность Небольшое преимущество Все же имеется За командой Вичи Гейминг Так Вори Закинулся Ультимейт От Энсейн Топарейшна В Шейкер В статистарме Кинетик Филде За Сивил Тимс Ну и Сэмэйч Пока что живет Еще за Чуанем Будет возможно Пытаться гнаться Эхо слэм Имеется Ну нет Нет Решил отойти Уже Здесь Уршейкер Здесь слишком опасно Рейвен В ультимейте Сгрыз Чуаня Просто Ну и Далее Можно было бы Уже За Ори Пойти Да Не такой толстый Уже Чуань Чуань Действительно Похудел Ну как сказать Похудел Достаточно тонкий У него герой Ну и Можно было Небольшие Аналогии Из жизни Привести На начале В начале игры Дезраптора Действительно было Сложно пробивать Сложно было С ним как-то Хитаться На линии Хотя В принципе Для Шейкера Это не было Большой проблемой Ну а вот сейчас Действительно Его можно убивать Уже Буквально за пару Тык Буквально за один Крит от Фантомки Это не может Не радовать Игроков команды Тинси Протим Ну и не может Не печалить Коллектив В Вич Гейме Но это не главная Их проблема Опять же Все же Они пока что Я еще раз покажу Графики Лидируют По золоту Они лидируют По экспириенсу Но На 13 минуте Полторы тысячи Это как-то Не так-то уж и много Это действительно Немного Чтоб вы понимали Друзья Это Скорее погрешность Чем преимущество Тем временем Поставил вард Дизраптор Прекрасно понимают Куда этот вард был Тыкнут Янг Должен уже цеплять 14-37 Который должен Поплотиться Сейчас своей жизнью За этот вард Ну Юзается Шрайн И здесь Хао Даже под шрайном Все же готовится драться Хао Будет ли отсюда уходить Его застанили Его контроли Просто прекрасно Кайтит Тимс Отлично Ну и убили уже Клокерка Хао Пока что живет Хао будет пытаться Сейчас просто Он бьет сил То есть у него Действительно Дэмэджа в этом файте Практически не внесено Нужно дальше пытаться Драться С Мэйч Врывается С их ослэмом Убивают Скорее всего Все-таки Слэна Платится за это Своей жизнью Далее закатывается Вэми Ну и Эрспирит Отсюда Последняя тычка От 14-37 И Эрспирит Отправляется В таверну Посмотрим итог боя Размен 1 в 3 В исполнении Команды Тинс И против Ну и теперь это уж точно Графики Либо в нулях Либо должны Все же сейчас Немного подняться В сторону команды Тинси Протим Потому что Преимущества Они отыграли сейчас Действительно немало Ну и Рейвен Стал Все же Топ-нетворсом На этой карте Ликантроп С Момом В ближайшее время Уже что делает Делает Армлет Далее Что собирается сделать Я таки Не знаю Ну вполне Может попытаться Тот же самый Сэн Джин Яша Замутить Но Это опять же Пока что еще Не точно Так Тимс Тимс в виде Тэми Тимс В инвизе На самом деле Сейчас очень много Чего увидел Увидел также Абуз Тапка от Лины Ну и Наверное Больше Больше ничего Да Не сделает здесь Ну есть волки Волки которые будут Давать Готовится все же Выход я так понимаю Сейчас на Ори Ори Попадает под Ультимейт аппарат И скорее всего Лина отправляется В таверну Не скорее всего Абсолютно точно Откинулась Лагуна Ну и все же Догорела В этом эпизоде Эр Спирит Врывается в Таска Таск Не так Действительно Не такой тонкий Персонаж Чтобы умер Относительно Сразу Эр Шейкера Практически Дожгли Эр Шейкер Остается в живых Буквально на десятки Хитпоинтов 1437 Будет пытаться Отсюда уходить У Клокверка Проблемы С Мэйч Будет уже за ним гнаться Ку-ку Запрыгивает И это минус Размена Опять же 2 в 1 Все еще в пользу Команды ТНС Против 1437 Все же Будет или не будет умирать Он не умрет Господи Как же далеко зашел Чуан И Чуан все таки Не смог забрать 1437 Действительно Очень неприятная Черка событий Сейчас для команды Вичи Гейминг Вот подобные фейлы Подобные Действительно Везения Я уверен что если бы в паблике Где-то вот такое произошло То просто Там вся команда бы Спамила в чат Лакер Лакер Тебе повезло И так далее И так далее Но друзья Действительно Может везти в доте Это абсолютно нормально Ну и Как-никак Для того чтобы Максимализировать свое везение Надо Уметь хорошо играть Так Есть ультимейта Танцы и Топорейшна По одному Лишь только Аэрспириту Который закатывался Для того чтобы Своровать Аегис Для того чтобы Опять же может быть Забрать Нет Сыра там все еще не было Ну и Ультимейт действительно Очень тайминговый Получился от аппарата Так что Отправился Нерс Ордпирит Очень даже Быстро Автоверну В итоге Вичи гейминг Хотел бы я сказать Да Есть Плюс 1200 золота По преимуществу Минус 3 Без размены На кого-либо Ну Опять же Графики Только лишь Ушли В нули Да Графики действительно Должны быть сейчас Прям вот в самых Настоящих нулях Ну и Это скорее все же Плюс для команды Вичи гейминг Абсолютно В любом случае Ну а Хао Уже доделал себя Сашу Решает не делать Яшу Возможно потом Апнет эту Сашу В волейбарду Ну и Блинкдагер у него Уже имеется Точнее не имеется Уже Очень скоро появится Ну и на самом-то деле У этого Свена все Действительно хорошо Сейчас он подфармит Немножечко леса И уже будет Блинкдагер Надо будет его Реализовывать Ну и Реализовывать Ему можно будет Практически сразу Ультимейт уже откатился Алибарда готова А нет Нет Решил доделать Алибарду Ну а Даггер Оставил На потом Так что продолжает Пока что фармить Свен Не хотят Чтоб Фантомка Там критовала Опять же тот же самый Ликантроп Против которого Алибарда тоже Очень хорошо смотрится Который наносит Большую часть Его дэмэджа С руки Причем сам А не волки Ну и Действительно Правильно Собирается Свен Ну опять же Придется Очередной раз Ждать команду Вичи Гейминг Ждать их с тем Чтобы были Действительно Какие-то Хорошие врывы Потому что Хау пока что Без блинка Врываться Особо таки Нечем Ну Шейкер Что случилось С Шейкером Я так и не понял Он по-моему Пытался ворваться Пытался влететь На того же самого Клокверка Или же все-таки Клокверк Влетел на него На хукшоте В итоге Шейкер Не смог Просто ничего Прокастовать Возвращают Фантомку И Янг Должен Умирать В этом эпизоде Господи Янг Конечно же Ку-ку Ну и На 45 секунд Отправляется В таверну Да ТНС ТНС Чет начинает Потихонечку Подфидонивать Умерли Втроем Без размена Опять же Сейчас Отдались По одному Вдвоем Ну Зарешал Зарешал Чуань Действительно Зарешал Вот этот Глимс Последний Потому что Ну так Убить Уршекера Это конечно Не очень Хорошо Это Ну да Это приятно Но на самом деле Не особо таки Критично Для команды ТНС Ну а на данный Момент Твич и гейминг Действительно Ставят своих оппонентов Не самое Хорошее положение Ну и если Продолжить Каким-то образом Вот так же Драться Если продолжить ТНС Вот таким же образом Ошибаться То Действительно Можно будет Эту игру Достаточно Быстро Закончить Свен уже Получил Блинкдаггер Очень быстро Появляются Деньги У этого персонажа 9500 По золоту На полторы тысячи Он обгоняет Своего визави На Ликантропе Ну а Рейвен Что себе Все же решил Собирать Решил собирать Себе Блэккендбар Сразу же После Момки И Армлета Действительно Хорошее решение Все же Играя Тонки В того же Самого Клокверка Который В него Врывается Делает Очень неприятно Ну и Много Много Контроля Много Станов Действительно У команды Вичи Гейминг Чего Только Один Эрспирит Стоит Так что Весьма Правильный Выбор Так Смоук Готовится Смоук Вылазка Все же От команды ТНС Увидели Сейчас Просветили Просто всех Волком Ну и Шейкер Шейкер Есть Блинк Даггер Не кучкуются Игроки Команды Вичи Гейминг Нашли Фантомку Фантомку Ворвался Моментально Клокверк Фантомка Отправляется В таверну Ори Ори Пока что Живет Ой-ой-ой У нас тут очередной Слайдшоу Друзья Ну ладно На этом слайдшоу Все же Эршейкер Погибает Следующий слайд Пожалуйста Хао Пока что Живет Хао Но Нет Скорее всего Ненадолго Хотя Имеется Момка Под Момкой Он будет пытаться Отжираться Работает по нему Урна Его будет пытаться Сэвить Сейчас действительно Очень хорошо Засэвил Эми В итоге Уже Размен 3 в 1 В пользу Команды Вичи Гейминг Тимс Тимс тоже Отправляется в таверну Ой-ой-ой Свен Как же ты рискуешь И Свен сейчас Может ошибиться Действительно Может поплатиться Точнее за свои ошибки Но нет Слишком Армированный Этот герой Слишком много брони Действительно У Свена Оказалось На последнюю тычку От Ускара Ну и Действительно Остался в живых Повезло Я бы сказал Повезло Действительно Потому что там Оставалось Наверное Хитпоинтов Так 10 20 Не более Ну и Хао все же Продолжает Набирать золото Действительно Прям Со скоростью Света Я бы сказал Но Мы прекрасно Понимаем Что Нельзя Применить Здесь такое Выражение Да А что Вот это вот такое Что-то появилось Новое действительно В интерфейсе Я так понимаю Это вчера Было А я понял Это как раз таки Есть преимущество По золоту На 12% Сейчас лидирует Коллектив Вичи гейминг Ну давайте посмотрим Так это или нет Да Это действительно так 4 тысячи По 4 тысячи Единицы золота Преимущество Вичи гейминг На данный момент И по экспириенсу Тоже 6 тысяч Вот такие дела Окей Значит этот интерфейс Просто переработали Я к сожалению Его не заметил Только лишь сейчас Ну А мне нравится 10% Так сказал И действительно Все понятно Получается Правда 10% Это от чего Давайте сейчас Попытаемся разобраться 10% От Преимущества Я так понимаю Из одной из команд А не общего Потому что было бы 6 тысяч А может быть и есть На 6 тысяч После последних Дракеров Потому что И графики не обновились Тем временем Моментально Просто наброста Тускара Ликантроп Очень долг Недолг Я жил Рэйвен Ну и Очередные два Моментальных Минуса От команды Вичи гейминг Ну очередная Реализация Смоука Очень хорошая Ну и Лина Опять же С лагуной Просто взрывает Всех Это прекрасно Мы понимаем Тот же самый Клоквер Я не помню Честно говоря Он ворвался Или не ворвался Все-таки Великантропа Но в любом случае Убили Кора Убили Саппорта И Мне кажется Этого должно Хватить Команде Вичи гейминг Правда Тем временем ТНС Готовились Наверное Все-таки Меняться Товарами Хотели Пропушить Нижнюю линию Но Это Опасно Это очень Опасно Потому что Рошан Уже может Появиться Очень Скоро Буквально Через Полминуты Ну А Вышка Упадет Также Достаточно Быстро Если вдруг Не будет Каких-то Телепортов Туда От команды ТНС Проти Давайте еще раз Глянем на графики Все же будем разбираться С этим интерфейсом Около Пяти тысяч Преимущества У команды Вичи гейминг На данный момент Всего У них Сколько 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 Золота Золото Тридцать Семь тысяч Двадцать процентов Ну да Получается Это как раз Таки От преимущества Даже Вполне Возможно Именно Вот Этой Команды В общем Как-то Странно Это работает Друзья Напишите В чате Если Вдруг Вы Разбираетесь В этом Если Вдруг Вы знаете Что Значит Тут Такая Индикация Потому Что Я Особо Таки Не Понял От Чего Это 20 Процентов Хотя По идее Это Должно Быть От Ценности Одной Из Команд Только Вот Какой Лидирующий Или Наоборот Проигрывающий По золотам Так Ну что Ладно В любом Случа Шейкер Шейкер Вместе С Ку-ку Ой-ой-ой Просветили Сейчас Ракетки Действительно Понимают Где Сейчас Так Вот В крыску Блинкануть Туда Шейкеру Заряженным Тотемом Еще раз Стукнуть Тотемом И Забрать Тир-2 Ну Тир-2 Забирать Действительно Хочется Но Все же Сейчас Линия Будет Отпушена Прекрасно Понимают Игроки Команды ТМС Протим Что Отсюда Стоит Уходить Не стоит Здесь Долго Оставаться Не стоит Не стоит Здесь Умереть Как минимум Все-таки Корпо Персонажем Ну И Давайте Откроем Item Бриф Посмотрим Опять же На Item Билд Абсолютно Всех Игроков Эми Имеет На данный Момент Форстав Имеет Также Еще И Мэджик Вонт Ну И По сути Это Все Транквилы Также У него Есть Танатаре Ну И Это Не так Существенно Тем временем У Клокверка Уже Солар Крест Имеется Форстав Есть Уронов Шадоус Ну И Боттл Стики Очень Богатый Клокверк Очень Много Золота Действительно Он В самом Начале Игры Для себя Вынес Ори На данный Момент Имеет Только Лишь Шадоу Блейд Бладстоун Бутс Оф Тревел Ну И Боттл Всего Лишь Чуань Транквил Бутсы Гос Кептер Ну И На самом деле Ему Этого Хватает Покупает Варны Для своей Команды Просто Постоянно Так что Это Хороший Саппорт Дезераптор Мне действительно Всегда Очень нравились Саппорты Которые Открывают На высшем Уровне Ну И Чуань Конечно Один Из Лучших Саппортов Чуть ли Не Чит Был На Предыдущем Эпицентре На Первом Эпицентре Как раз Таки Для Команды Ньюби Так Ну У команды Тинси Конечно Имеется У аппарата Уже Форстав Готовится Он себе Делать Аганим Тимс Так Там Не было Пока что Никаких Врывов Готовится Все же Выход На Рошана От Команды Вичи Гейминг Ну И Янг Конечно Здесь уже Стоит Янг Ждет Этого Рошана Увидел Сейчас Труп Волка И должен Был Прекрасно Понимать Что Вижен То Сюда И Прекрасно Понимает Также Их Другая Команда Да Все же Не успели Мы Наконец Так По всем Пройтись По всем Героям Владимир Появляется У Фантом Ассасин Имеется БКБ Имеется Фейсбуцы Момка Армилет И Блэкенбар У Рэйвена Сэмэйч Блинк И Саулрин Получается Ну и Рэквилы Все же Это Оффлейнер Шейкер Это Шейкер Который Собирает Себлинка Далее Дэмэдж Шейкера Собирать Никто Не собирается Что по вардам Давайте посмотрим Прямо сейчас Есть вард Для того Чтобы светить Выход на Рошан Так что Нужно туда Идти команде Вичи Гейминг Только лишь Смоу Как Еще один Апсервер Имеется С другой стороны Ну и На самом деле Сейчас Действительно Должна быть Информация О том что Рошан Должны Эти ребята Забирать Тем временем В Шадоу Блейде Ори Все же Будет сейчас Пытаться Кого-то Находить Ворвались Аршейкер Моментально Просто Бомбанул Эхо Своим Он прокастовать Не успел Ультимативную Свою Проюзал Все же Уже Ансит Эпорейшн Лина Отправилась Наверное Просто моментально Слишком много Дэмэджа От Рэйвена И уже Размен 2 в 1 В пользу Команды ТНС Протим Алина Возвращается Должна На тревелах Сейчас сюда Очень быстренько Лететь Все же Убивает Ликантропа Ликантроп Это действительно Было Очень неприятно Рассыпался Простоял Стане Все это время Но Как бы Вышел из стана Он на самом деле Должен был бы убегать Не вышел из формы Ну и в итоге Все же Для команды Вичи Гейминг Это Айинс Я так понимаю Хотя Хотя Погодите-ка Есть все еще Ку-ку Есть Тимс Есть Эми Ну и Эми Будет все же Стараться Как-то Дефать От Ворошана Для своей команды 1437 Имеет Айс Бласт Ну и именно Этого Айс Бласт Должны сейчас ждать Игроки команды Вичи Гейминг Ни за что Под него Не подставляться Потому что Действительно Исход этой игры Исход Как минимум Этой драки Может решиться Буквально Одним Ультимейтом От НС Ну и Мы все должны Прекрасно это понимать Так Есть один Сентри От 1437 Он все-таки Его заламывает Тем временем Врывается Эми Эми Скорее всего Здесь уже Ничего сделать не сможет Но есть Форстаф Да он вышел Действительно Из Рошпита Ван Донка Отъезжай в таверну Без Кукута Действительно Уже можно было бы Здесь и подраться Свен ГДС уже имеется В СМХ Был Точнее готовился Вгрызаться Но все же Вгрызся в итоге В аппарат Аппарат все же Откинул свой ультимейт Но ультимейт Скорее всего Здесь уже Ничего не решит Ультимейт был Не самый лучший Не по пятерым Ну и конечно же Без Аганима Но тем временем Под формой Ликантроп уже Начинает В принципе Рвать людям лица Не остается У него Хитпоинтов Ну и конечно же Отправляется он В таверну Достаточно быстро Три тычки от Хау Буквально три тычки И ничего Не получается Сделать у этого Ликантропа Ну действительно Очень хорошо Тыграл Янг Который поставил Коги Сразу же Под Ликана На реакции Соответственно Под формой Под него Коги действительно Как-то Сложновато было бы Проставить Но Команда Вичи Гейминг Не спроставит Вичи Гейминг Игроки в ней Действительно Самого Высочайшего уровня Ровно так же Конечно же Как и в команде Тинсет Безусловно Тир-1 коллективы Так что Друзья Нужно прекрасно Понимать Что здесь Даже если Случается Какая-то ошибка То это Череда Некоторых Небольших ошибок Возможно Каких-то Хороших От игровых Команды Тинси Против Умирает Анасейт Оперейшн Готовился Я не понял Почему он там Действительно Оставался Но все же Умер здесь Один саппорт Умер Второй саппорт И на этом Наверное Все закончилось Да Ушли все Но опять же Не особо таки Понятно Зачем было Стоять здесь Зачем было ждать Надо было Либо решить Что мы Не собираемся Этого Рошана Дефать Мы не собираемся Его пытаться Просто-напросто Не отдать Своему противнику Либо Либо решить Опять же Что они Собираются Этого делать И Ну просто Блинкануться Куда-нибудь Туда Тем же самым Шейкером И попытаться Каким-то образом Подраться Но опять же Без Ликантропа Не особо таки Хочется Драться А вот сейчас Без Апарейшна И без Тускара Появляется У команды Вичи Гейминг Возможность Выйти уже Я так понимаю На нижнюю линию Нет Они решают Не пушить Они решают Действительно Кого-то Здесь найти Расставляют Варды Ну и Нашли Шейкера Шейкера Есть Кукшот По Тир 2 Тавра На самом деле Очень опасный Сейчас Вичи Гейминг Очень нагло Хао Есть сюда уже Два телепорта Под БКБшкой Ревен Под БКБшкой Ку-ку Ничего с ними Пока что Не сделаешь Хао Имеется ГД Что он смог бы Подраться Тем временем Эхо Слем Все же Убивают Все же Убивают Клокерка Да Действительно Ничего здесь Не сделаешь Он съел сыр Жил до последнего Умер как герой Так Ликантроп Ликантроп живет Ликантроп вообще Как-то не больно Сейчас показалось Это хао Ку-ку Последние тычки Мисуют Но его глимсанули И Ку-ку Отправляется в таверну Уже минус Шейкер Уже минус Фантом Ассасин В размен на одного Лишь только Клокерка Ну вот она Та самая проблема Когда Клокер действительно Оказывается слишком Полезным персонажем Когда у него Слишком хороший старт С самого же начала Игры Слишком хороший Шнетвор сам уже начал игры Конечно я Немножечко оговорился Ну и В итоге Четыре Убийства В размен Всего лишь на два От команды Тинси Протим Ну и Коллектив Вичи Гейминг Действительно обеспечивает себе Уже достаточно большое преимущество Выигрывая в этой драке Очень неплохо И по эксперименции И по золоту Ну и готовится Заходить на хайграунд Действительно Можно здесь Было бы попытаться Это сделать Если бы не было Ликантропа Ликантроп Уже через 15 секунд Будет в форме Очень быстро Добежит Опять же До своего хайграунда Нужно сейчас Правда Немножечко манны Ему отрегенить Ну и Тут же самый Шейкер Шейкер правда Без икослема Мог бы там Не слабо так Задержать всю команду Вичи Гейминг До Возрождения Коров На самом деле Можно было бы Попытаться Как-то Хотя бы Тир 3 тавер Сломать Но Вичи Гейминг Играет осторожно Это Китайская Дота Это Академическая Дота Поэтому Возможно Там есть Даже у них Какие-то Бумажечки Где написано Сколько героев Нет Через какое время Возродится Кор Противостоящего Им коллектива И Стоит заходить На хейграунд Не стоит Заходить На хейграунд Ну Действительно Такие Заметки Имелись На некоторых Турнирах На ланах Всякие Бумажечки Типа Плана Нави на Эпицентре Правда План Нави На эпицентре Не особо таки Сработал План у них Был очень хороший Но Не особо таки Получилось Тускар Тускар Подставляется Да Тускар Просто моментально Врывается Правда Разривили лон смоук Сделал все Для своей команды Тем временем В Стане Стоят уже Янг Вместе с Ори Янг на самом деле Неплохо ворвался Но убить Правда Никого не получилось А нет Получилось убить Ансейта Праешна А вот Таск Все же смог Убежать Таск Имеет блинк У Тускара Имеется сноубол Ну и в принципе Там уже Примерно понятно Каким образом Можно Выживать В такой ситуации Пишут в чат Что 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 Общая плюсуется Две команды Делится на два Ага Ну вполне возможно На самом деле Да На самом деле Тогда все правильно Тогда сходится Я просто получал Значение в два раза больше Потому что я думал Что не делится на два Окей Все верно Пока что на 30% Практически лидирует Коллектив В Вичи Гейминг В Денежном эквиваленте Это около 12 тысяч Нетворса На 35 минуте На самом-то деле Весьма-весьма Неплохо Свен Свен сейчас Под ультимейт Аппарата Аппарат Между прочим-то Уже Нет Я хотел сказать Что он с Аганимом Но он без Аганима А Свен-то С Аегисом Янг Подсочек Штормовым кинетик филдом Все же держит пока что Таска Рейвен Рейвен Гнался за Ори Ори очень хорошо Ушел на хэкграунд И Ори Нет Ори пока что живет В Ори врывается Таск Будет пытаться его добивать Но убить здесь Эту Лину Будет достаточно сложно Эми Последний камень И даблкил для Эми Даблкил для Аирспирита Минус 3 В исполнении команды Вичи Гейминг В размен только лишь На одного саппорта Ну Чуань Чуань разменная монета Действительно Ну Очень хорошо В последнее время Разменивается Действительно Для своих команды Тем временем Очередной ультимейт От аппарата По двоим Но на самом-то деле Всем уже Наплевать на этот ультимейт Свен жив Свен может Ломать ТВРА Свен может Действительно Хилиться сейчас От той же самой урны Ну и ДС пока что нету Так что Сломать базу Он к сожалению Не сможет Но это действительно Уже очень большие проблемы У команды Тинси Протим 46% Преимущество Появляется уже У Вичи Гейминг Они поломали Бараки Они поломали Конечно же С ТВРА Ну и С этого Очень немало денег Получили И преимущество Уже стремиться К 20 тысячам От этой команды 36 минута И Действительно Вот такое вот Преимущество Это Уже Очень много И как-то Служновато Будет Опять же С таким пиком С такими героями В команде Тинси Здесь Выигрывать Даже если игра Затянется в лейт Как-никак Имеется Свен У команды Вичи Гейминг Так что он Будет стараться Эту игру Не особо-таки Затягивать Стараться Как можно Быстрее Сломать Тврак Как можно Быстрее Нужно Заходить Команде Вичи Гейминг На хейграунд Но вот У Тинси Действительно С течением Времени Может появляться Некоторые преимущества Если уйти В какой-то Убер Лейт Когда Свен Уже будет Там Какой-нибудь Семислатовый Ликантроп Соберет Себе Наконец-таки Свою Шесть Слатов То Действительно Можно Будет Уже Поговорить О том Что у Тинси Могут быть Шансы Но проблема В том Что Не факт Что в этот Лейт Получится С таким Большим Преимуществом У команды Вичи Гейминг Игру Затянуть Ну пока что Все идет По плану Пока что Все идет Действительно По плану Вичи Гейминг Не умирает Свен Свен Вносит Большое Количество Урона Лоту Сорбу Даже Собрали Как раз Таки На Клокерке Для того Чтобы Именно Этого Свена Сейвить Абсолютно В любом Случа Ну и Решил Себе Что Сделать Решил Себе Я так Понимаю Что он делает Я не особо Таки Пока что Понял Видимо МКБ МКБ Против Фантонки Или там Возможно Он просто Решил Себе Башер Купить Потом Решил Что-то Поменять И купить Немного Другие Артефакты Да Ладно Ладно Не решил Он вообще Даже Покупать Пока что Демонейдж Решил Сделать Себе Муншард Ну и Пока что Все Пока что На этом Все Пока что Он больше ничего сделать не сможете В ближайшее время Опять же проблема в том Что на байбэк может не хватить Свену Если он вдруг В ближайшее время Как-то быстро Неожиданно умрет Но это на самом деле Маловероятно Как-никак Свен У которого 20 тысяч Нетверса Который обгоняет Своего визави Уже На 6 тысяч Золота Ну Он не может просто Так взять и умереть Если у него не закинут Абсолютно все Опять же Есть Варкрай Варкрай Который добавляет 20 единиц Армора И сам-то Свен уже имеет 12 Так что 32 единицы Армора Будет очень сложно пробить Как минимум Ликантропу И Ликантропу Фантомка там будет Пытаться вгрызаться Скорее всего Но это будет Сложно Очень сложно Ну что же Имеется все же Некоторое пространство Для камбэка У команды ТНС Имеется шейкер Шейкер который С блинкдаггером Шейкер который С форстафом Может очень даже Хорошо ворваться Если вдруг Кто-то там Действительно Скучкуется Прям очень сильно Но опять же Вопрос 56 процентов Преимущества Для команды Вичи Гейминг В денежном эквиваленте Это уже Около 30 тысяч 27 Там скорее всего 27 Может быть 26 25 Но преимущество Слишком большое Для 40 минуты И Действительно Здесь как-то Попытаться Закамбэчить ТНС Будет Прям Прям сложно Прям действительно Очень Очень Большую загадку Нам сейчас Ставят Вичи Гейминг Точнее не нам Скорее всего Все таки ТНС Придется ее Разгадывать Ну и Рошана Сбирает Да Это Очередной Рошана Причем Сырной Для команды Вичи Гейминг По-моему Уже третий Или даже четвертый Ну и Что ж Пора бы С Аигасом Действительно Уже Заходить Потихонечку Как минимум На Тир 3 Тавр Вверху Тир 2 Тавров Уже не имеется Ну и Можно уже Спокойно Просто-напросто Взять Зайти Сломать Бараки Сделать Мега Крипов Своим оппонентом И заканчивать Эту игру Но опять же Получится или не получится Это действительно Большая загадка Уже для нас Потому что ТНС Все же имеют Действительно Определенное пространство Для камбэка И по теории Идеального файта У них может Все получится Но только если Все будет Прокастовано Просто идеально Такого камбэка Я жду Такой камбэк Действительно Будет очень Зрелищным Но И очень Маловероятно В чем проблема Все же Все очень правильно Прокастовать Без ошибок Действительно Каким-то образом Отыграть Ну Это Ужасно Маловероятно Это прям Я не знаю Это Ну очень сложно Будет здесь В команде ТНС Действительно Как-то Загамбэчить Ну Фантом Ассасин Пока что Баши какие Просто-напросто Залетают От Лины Как будто бы Тролль Действительно Там кого-то пытается Башить Тем временем Ультимейт Очень хороший Залетает Все же От Опарэйшна Но Опарэйшн Отправляется В таверну Моментально Кстати Шторм Кедатик Филд Вернули Ну и Минус 4 Мне кажется Здесь уже Все понятно В димвайп В исполнении Команды Вичи Гейминг Ай-яй-яй Что произошло Вела-то погромче Ну и Друзья Видимо Все же Заканчивается Это противостояние Хотя Пока что Даже Мега-крипы Имеются Байбэки Имеются Под формой Будет пытаться Здесь хоть что-то Сделать Ревен Но Ревен Ревен Заканчивается Ревен Заканчивается Хитпоинт У него тоже Заканчивается Заканчивается Также Еще и Ну и Это Победа Для команды Вичи Гейминг Джуниор В Тайбрекере То бишь Теперь Действительно Пассив Будет Более Хорош Для команды Вичи Гейминг Ну и С этим Стоит их Поздравить Я опять назвал Команду Вичи Гейминг Вичи Гейминг Джуниор Да Друзья Извините меня Очередной раз Но Я с вами Прощаюсь Совершенно Ненадолго Друзья После Совершенно Небольшой Паузы Рекламно-музыкальной Мы с вами Вернемся К очередному Противостоянию Следующее Противостояние Сегодняшнее Пока что Еще не особо Таки что Не особо Понятно Что именно Но Друзья Бест оф 3 Встреча Все Что я об этом Знаю А может быть Еще один Тайбрекер Да Друзья Еще один Тайбрекер Я так понимаю Будет смотреть За Командой Ньюби Против ТНС Ну или же Ньюби Против Вичи Гейминг Уходим на Небольшую Рекламно-музыкальную Паузу Для вас Комментировал LumiSeed Студия YouCanCompany Очень скоро С вами услышимся